Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вашему вниманию предлагаем рецепт блюда паэлья. Это испанское и валенское блюдо из риса, подкрашенное шафраном с добавлением оливкового масла. Кроме этого, в паэлью могут добавляться морепродукты, овощи, курица. Название происходит от латинского слова patella scovarada. Это блюдо подают в сковороде, и наша героиня, которую мы посетили в Средней Флориде, сделала точно так же. Для приготовления вам понадобится бульончик рыбный, какой-то из ингредиентов, перечисленных овощи, курица или морепродукты. У нас были морепродукты, рис, соответственно, для паэлья желательно круглый. У нас был длинный, было очень вкусно. Лучок, чесночок. Наша героиня добавила немного кукурузы, порезанного кубиком помидорок и зелень. Пряности ваши любимые, желательно, конечно, шафранчика. Соль, перец у нас, как всегда, я бы в любом случае добавила свой любимый seasoning, Tony Chichiro. Я много раз вам его показывала. И, безусловно, нужна хорошая компания, при которой это блюдо поедается и быстро, и с хорошим настроением. Бульончик из рыбки, бульончик как заливаю. То есть, рыбку отдельно приготовишь сперва, а потом вот эти кусочки. Да, я все время наделаю. Сейчас бульончик из рыбки. Проверяю с тем, чтобы зажарить, бульончик. Замечательно. Нам нужна большая сковородка и что-то глубокое. Ты масло или вложила? Я положила обычное растительное масло, я не заряна оливковым, я заряна по солнечкам. Мне нужно по солнечкам, либо на сливочкам, или даже, скажем, не на сливочкам, а на топлёную лучше. Да, в том числе. Я купила, вот, как топлёная. Нам нужно пожарить морепродукты. А чесночок ты не сейчас жаришь, а потом? Нет, нам нужно, первое, что мы делаем, мы жарим морепродукты. Полезно. И мы на них немножко сыпем соли. И перцем. Мы такой жарим. То есть, мы крышечкой не закрываем, а мы небольшой, тем, чтобы мы зажарим. Пока мы зарумеем, здесь у нас прямо красавчики. Мы их практически приготовили, они румяные, красивые. Присоленные, переперченные. И сейчас ты вот здесь пожаришь лучок с чесночком. Слушай, немножко масло ременьюсичек. Ну да, потому что оно у нас почти всё израсходовалось. Чуть-чуть. Четверюшечку. У нас здесь полторы большие чесночки, без два зубчика. Ну и кусочек от лучка. Вот нужно не подавить, а именно порезать. А что это у нас тонерное блюдо? Это испанское, по имени это испанское блюдо. А можем делать с курицей, можем делать с морепродуктами, сколько курицей. Ну это получается, знаешь, как украинский вариант испанского блюда. Может он по-другому готовит? Можете, да. И мы готовим и так. Он украинский вариант, потому что шеф-повар был в Украине. Ну, в Кавказе в общем году. Я работала в Украине. То есть у нас здесь вот китайская кухня, она приспособлена под Америку. Да, так же как и греческая кухня в Америке приспособлена под американцев. Да, иначе они здесь не будут, а надо быть успешным в этих стране тоже. Поэтому, поэтому... Вот то, что ты вчера ела вот якобы греческое, честно говоря, и на Кипре прожила три месяца и ни разу не встречала такой вариант подачи просто. Да, да. Вот вариант подачи, мне кажется, часто американские в конвертике. А Леви жил в Нью-Йорке рядом с китайским кварталом. И он говорит, что меня для американцев и для китайцев, потому что китайцы не будут есть то, что хотят американцы, а те наоборот. Ну, мы знаем вообще, что американцы предпочитают все класть в хлеб, кушать между двумя кусками хлеба, не любят пользоваться вилкой и ножом. Ну, как правило. Да, да, да. Рис просто мыли. Промыли и... Стекли. Отбросили на сит. Стекли. Стекли. Теперь мы тоже прижариваем. Прижаривать? Оф, вы какие-нибудь простые. Ну, прижариваемый рис не просто так. Ну, тут был чесночок-лучок, мы сейчас бросили. Да, да, да. Ну, примерно чуть меньше стакана. Как вам на глаз все? На 4 человека я бы, может, чуть-чуть еще риса добавила. Ну, хватит, Падим. Он же раздохнет. Ну, наверное, хватит. Потому что нам, в принципе, поесть только сегодня, завтра уже нам не нужно это есть. Нам на один глаз, на 4 человек. Ну, примерно на стакан риса получается. Пол банки, да. Ну, да, стакан, стакан, да. Мы прижариваем рис с немножко соли. Желтого дать немножко кукумы. Для желтого цвета. Ну, ну, ну. Потому что мы не будем давать зажарку из томата. Мы любили зажарку из томата. Нам нужен какой-нибудь цвет. Цвет. Вот он кукумы. Ага. Чтобы будет желтым. Никогда не видела, чтобы рис жарили. Ничего. Только не узнаешь, когда по гостям-то мотаешься. Вот бульончик. То есть она откинула рыбку на душ. Вот бульончик. Или какой красивый бульончик. Бульончик красивый, да. Бульончик очень красивый. Потому что там не было ни головы. Ничего абсолютно. Ни головы, ни костей, ни плавников. Но, тем не менее, это рыбный. Бульончик получился. У каждой хозяйки у них свои маленькие сегменты. Ну, я готовлю быстро, особо не думая... Да, я тоже очень быстро, очень вкусно готовлю. Поэтому рекомендую бульон. Особо не заморачиваю, чтобы выбираться. Удобно. Так, мы, в принципе, пожарили. Да. Теперь мы этот бульончик выливаем. И смотрим, насколько нам хватило бульон. Это скажу, что я бы добавила еще чуть-чуть с саду. Да, потому что рис надо покрыть. Чтоб он разбух и не был красивым. Ну, каждая хозяйка умеет рис готовить. Если кому-то надо пропорции, то делайте так, что на стакан риса полтора стакана воды, да? Нет. Нет, Галя, смотри, мы покрыли немножко рис. Да, обязательно. Чуть-чуть, ты видишь? Не на два пальца, как классику мы варим, а чуть-чуть покрыли водой. Теперь мы накрываем это крышкой. Видите, как хорошо, что я про это не говорила. Ставим на медленный-медленный огонь. Ну, рис вообще в идеале готовить 12 минут. Мы будем готовить его 10 минут, потому что потом мы кое-что в него добавим. Две минуты еще потом. Да, минуты мы потом доготовим. Чуть-чуть для вкуса оливкового масла. Но мы на него жарим не будем. Да, ну это уже теперь. Когда рис почти готов. Мы берем нашу кукурузку. Она замороженная, и она даст немножко воды еще. Да, поэтому мы чуточку не долили воды. И рис для паэльи нужно брать круглый, а наша героиня его никогда не покупает, потому как не любит, когда рис шлипается. Поэтому у нас он длинненький, а вы уже как хотите. Какой больше вам нравится. Чуть-чуть, потому что урежем пополам. Но он у нас большой, поэтому он на 4 часть. А потом... Если есть в мягкой шкурке не очень старый чеснок, то можно просто целиком, да, только пополам его разрезать. И целиком бросить. Но у меня нет такого. Очень-очень плотная шкурка. Она не даст никакого запаха. И это лайм. Можно лайм, можно лимон. Можно лимон, да. Классик. Кто что хочет. У нас есть лайм. Наша кукуруза растает. Теперь мы... Помидорочку. Помидорочку. И зеленушку. Ты его перемешивать не будешь? Нет. Ух ты. Посолить, поперчить. Блюдо приготовлено. Причем можно ложить его сверху на овощи, а можно ложить его на рис. Все равно, как вы любите. Грудом это сверху на овощи. Ну да, но у нас все готово. Пусть тут под подушкой будет. Как этим, так и лучше. Да-да-да. Нет, это будет более чем достаточно, значит, потому что много вот этих шимпов, петушков, перебешков. Вот. У нас уже соленое, поперченное, практически готовое. Красиво выглядит. Вы же готовите для себя? Лимончика. Ну, а чеснока уже. Поватыкнули, да? Поватыкали, да, потому что нам нужно просто поватыкать. И закрыли на две минуты? Нет, мы закрыли, наверное, ты знаешь, я думаю, что там нужно нам обмен жидкостями. Поэтому я думаю, что на медленном огне мы подержим все-таки подольше. Ну, минут си, больше пяти минут. Хорошо. То есть, мы так, огонь совсем медленный, оно томится. Я, честно говоря, даже люблю томить это, как томила моя бабушка. А томила, она вот так вот вещь. А еще полотенчиком прикрыть? Вот она как-то так томила. Вот. И вот. Ну, чтобы не сгорело. Ну, может быть, потому что у них крышки не подходили так плотно, как наши. Может быть. Но для меня это, Таташка, успокаивающе говоря. Бабушка так делала. Да, ты там томила моя бабушка. Она же могла там в этом чугунке поставить и там сверху прикрыть. Ну, вот так. Вот мы так томим. Ну, давай потомим пять минут, а потом попробуем. Хорошо. Есть такой секрет. Смотри, берешь ложечкой, откапываешь чуть-чуть. Вот тут вот. Вот тут. И пробуешь, что получается. Пробуйте, что получается. Это не про эвентиль, это про этот продукт, потому что я никогда не сделала себе. И когда я посетила, я всегда рекомендую что-то. И это тоже мой меню. Потому что каждый продукт имеет свои собственные секреты. И люди общаются с меня, поэтому я счастлива. Я считаю продукт случайно. Я считаю, что ты просто счастлива, если это получается правильный. Да, да, да. Потому что я могу попробовать здесь и я могу решить, если я люблю это или нет. И я положу это в меню большинство, когда я делаю. Да что ты? Может, мы и подадим в сковородке? И подадим в сковородке. Просто я делаю красивый доступ к мясу и к рису. Ага. А я-то вот... Да, у них же и многие блюда в Испании подают в этой... Да, сейчас. В чем они пожарали. Во всех испанских ресторанах. Мы так вот не подадим. Замечательно. У нас вот эта огромная сковорода была на 4 человека. И когда уже все насытились, хозяйка сказала, сделай заключительный кадр. Я даже немножечко удивилась. Последний кадр-то в сковороде я сделала. Оказывается, она была права. Нужно было сделать этот последний кадр пустой сковороды. Съели все до последнего зернышка. В моем меню этого блюда не было вот буквально до этой недели. Теперь оно тоже будет готовиться быстро, получается вкусно и, как всегда, с изюминкой. Я еще сфотографировала у нее вот такую раз замечательную лопаточку. На обратной стороне очень нужная информация. У кого нет, приобретайте. Кто не хочет приобретать, сохраняйте фотографию. А с вами была Галина Смис. Сегодня самый лучший день. Приятного всем аппетита. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok